так ребята у меня подошел такой эксперимент у меня был эксперимент с китайской лампочкой вот такая лампочка название лампочки не а люкс то есть это производство китай выглядит она вот так вот и на данный момент я приехал в компанию в которой я брал эту лампочку и сказал что супер-пупер силикон лампа вот это стоило 125 рублей замена производилась сейчас скажу в октябре 16 года и вот сейчас она уже вышла из строя то есть дальний свет работает ближний свет не работает ну я уже как бы не парюсь вот единственная их попросил эту же лампочку мне продать потому что мне она понравилась и тем более она стоит копейки но вы их нету пришлось взять вот такую модель вашим хрен знает раньше я только такие ставим и потом когда вот эти лампы появились я стал вставить такие стоимость вот этой лампочки 205 рублей вот я не знаю как блин разница там 100 рублей все равно да блин добавь там несколько копеек и получится что две лампочки нужно поставить отработала она в принципе так же как и вот эта компания вот данную лампу данные лампы вообще я как бы и масла и лампы делают в этой конторе назвал эти конторы конторчик забыл сейчас скажу у меня даже сервис книжка есть феникс авто здесь все полностью записывают то есть чё куда зачем почему когда машина проходила что менялась то есть очень удобно так ничего пойдем менять нам так встает не встает кстати лампа замена вообще происходит очень быстро ну да клёво вообще запечатанная коробка лампа просто болтается каким-то образом непонятно ну да ладно без разницы меняется это все вот здесь все знают да спокойненько стою в пазы так ребята лампочку я установил так теперь нужно нам надеть такой хомут типа хомут заглушка чтобы не промокала ничего так лучше круто все поставили блин вот не знаю почему почему то здесь вот именно постоянно скапливается бешемая грязь хрень какая-то так здесь все посадил чистота и порядок все типа заряжаем включаем вот я лично разница между между китайской лампочкой это лошинская лампочка лампа и лампа так ну все вроде можно ехать дальше кстати ребята а вы какими лампочками пользуетесь может быть там блин еще что-нибудь есть более интересное о нифига и чё за ведро с гайками какой-то старых раздолбанный дождь прикольно в общем пока блин график себя чувствует нормально вот сейчас жара никаких перегревов ничего нет вообще единственного тупняк происходит когда он сильно-сильно жарко но он просто блин он какой-то такой вот вальяжный что он блин не хочет ехать то есть если там погода где-то 20 до градусов примерно там педаль раз в пол полетел а тут когда подвигаешься по городу все-таки как-то чувствуется что он перенапрягается не едет так как хотелось бы по крайней мере мне у дороги вот ребята смотрите это называется город омск центр города вроде когда в омске живешь миллионный город должно все быть вообще супер-пупер а на самом деле это выглядит вот так вот бога блин в общем ребята отлично я считаю что какая разница какие лампы фирменные они там уж на русские или там они китайские работают они все одинаково я понимаю если бы я поставил китайскую лампу она у меня проработала неделю и да это уже говорит о том что это конечно кого полная но тут ребята она отработала также как и фирменная хорошая вам следующий раз когда у меня сгорит какая-нибудь лампа естественная поеду и найду именно эту китайскую лампу и куплю их там штук десять что мне хватило там на полную катушку в общем вот такие пироги скоро будет замена масла буду снимать замену масла вот аппаратная замена масла будет в коробке двигателя но и так меняется но с вами димон всем пока